Добрый день! Все в порядке у вас. Александр, огромный паспорт, а есть что-то? Держите. Киев. Держите. Знаете, что основное? Там поле чудес? А? Да не, ну просто пообщаться. Я же как бы нормально с вами диалогирую сюда. У вас там чуть-чуть выяснилось встречную, заметили? Оформлять. Но это же надо пойти посмотреть доказательства, есть или нет. Будете смотреть? Действуйте. Видео будете смотреть? Действуйте. Александр Аляович. Ничего не говорите, ручку дайте мне. Нету в машине есть. Несите. Держите документы. Держите, вам сейчас пригодятся они еще. Зачем? Я вам объясню, ручку несите. Александр Аляович, у вас ручки нету. У меня нет ручки, поэтому я вас попрошу принесите, и документы мои вам сейчас понадобятся. Для чего? Я вам объясню, несите. Александр Аляович, а для чего я должен вам ручку нести? Для того, чтобы я написал заявление, несите ручку. Мне заявление написать? Буду вас сейчас драть, ручку несите. Это ничего смешного нету. Давайте, не тратьте время, мне еще ехать далеко. Да я же не спорю, Александр Аляович. Давайте, берите документы мои, несите ручку и приходите. Так, а с чего я должен вам приносить ручку? Что я буду писать заявление? Ну, пишите, я не против. Дайте мне... Вы хотите еще мне, наверное, бланк пояснений принести сейчас? А у меня нету, кончились. Чистый листочек. Чистый есть, да. Несите листик и ручку буду подавать заявление. Только в темпе. Говорили, расскажите что-то, а для чего он ровняет? Не просто расскажу, я напишу. Относитесь к чему вы? Относитесь вы к чему? Управление патрульной полиции в Харьковской области. Как имя начальника? Аганиссян, РС. Удостоверение можно? А? Удостоверение ваше. Да, конечно. Хорошо. Криворучкин. Он сам. Максим Александрович, вы знаете, что ваша фамилия в точности отвечает определению вашей причине остановки? Обосновите? Да, в заявлении. Хорошо. Так, я вам зачитываю заявление, Криворучкин, и вы понимаете, в чем была суть вашей проблемы. Заявление было остановлено сотрудником полиции на участке дороги таком-то в такое-то, такое-то время. Номер вашего жетона, ваша фамилия, который не смог назвать. Закон и причиной остановки. Чем самым нарушила законная полиция. Прошу провести проверку и сообщить мне о результатах проверки, установленной законом сроки. Здесь мои данные, номер телефона. Вот это все вы передаете своему... Вообще не вопрос. Да, а теперь объясните мне, пожалуйста, в связи с чем у вас не хватило способностей составить на меня постановление, если я нарушил? Видео отсутствует. Я не отрицал. За браком доказин. А я не отрицал. Я себе особое капсабичное разглядаю справа. А как вы рассматривали это дело? Где это происходило? И почему я или опоздал, или не присутствовал на этом? Так я же вам не сказал, что рассмотрение дело. Я вам сказал, сейчас ознакомлюсь с видео. Если достаточно видео, приду, будем рассмотреть. В рамках чего вы проверяли документы? Нарушение правил дорожного движения. Отлично. Это было в рамках рассмотрения административного дела? Нет. В рамках чего это было? Вы просто хотели вздрачнуть на мою фотографию? В рамках чего вы проверяли документы? Груба звучит. Ну я не понимаю. Вы брали документы. Вы настолько красивые, чтобы мне так хотелось. Вы не настолько умны для того, чтобы составить постановление? А? Так было в видео, я бы составил. Так я не отрицал. В следующий раз, как только будет видео, мы составим. Я не отрицал. Так а зачем? Ну я не хочу. Мне нужны... Я знаю, что вы начнете подавать на обжалование и все прочее. А мне потом не с чем будет приехать вам. Показать. Я не отрицал. Еще раз говорю, у вас есть видеорегистратор. У вас есть бодикам, на который вы ведете видеофиксацию общения с водителем, которое вы можете предоставить в суд. То есть у вас вообще мотивации нет. что выполнить закон? Мотивации выполнить закон у вас никакой нет. Ну вот как есть, только нет. Я знаю для чего. И я поясню для чего вы здесь стоите. А стоите вы здесь для того, чтобы сшибать бабки. Объясню почему. Это безосновательный... Это основательный, объясню вам почему. Потому что вы получили от меня документы, вы получили от меня отказы от того, что я не нарушал. Я готов подписать любое постановление и у вас есть полная возможность составить на меня постановление. Почему вы это не делаете? А я вам объясняю, видео не надо в данном случае, не надо, кому это вам надо. Я говорю, что у меня есть свидетель в машине, вы хотите, чтобы он написал пояснение вам о том, что мы нарушили? Александр, вы опаздываете, по-моему, вы говорили, вы торопитесь. Я тороплюсь, знаете для чего? Для того, чтобы постараться очень сильно, чтобы такие криворучки, как вы, не работали в полиции. Да я знаю, я уже смотрел там. Очень хочу постараться для этого, поэтому садитесь в машину, переосмыслите свою работу и службу и начните работать нормально, свободны. Спасибо, освободили меня. До свидания. И вам.